Нифига себе шарик Какой-то Выпал откуда-то Ух ты мои хорошие Твои Лучше новый Два раза За улыбку Я бы тебе за улыбку тоже сварил Слушай, это ты с Уфы сюда допилил? А сколько ехал? Ну три дня до Наш экскурсовод Шмидт Говорит, яички били Опа! Кто молодец? Я молодец! Вот вам ребята и хули-гули Слышь? А это что за песня? Кто? Кто? И так Мы продолжали неспешно катиться в сторону Ингушетии Дорога продолжала радовать нас своим качеством И это все вкупе с непередаваемыми видами На 100% избежать асфальта возможности не было Но пока это очень неплохо получалось Мы не спеша проезжали между горы, ущелья, то петляя вдоль одного хребта, то ныряя вниз к подножью ущелья Иногда любопытство пересиливало И кто-то из нашей группы останавливался, чтобы сделать пару-тройку фоток И невольно залипал на эти виды Я же просто поймал себя на мысли, что еду и смотрю по сторонам Совершенно не заботясь о скорости передвижения Офигенной дорожкой мы едем на Федералку На укатанной гравийке, без промоин на наших мотиках можно было особенно не волноваться о состоянии дорожного полотна И в прямом смысле ехать и считать ворон Ну или орлов, если хотите Нифига себе, шарик Тут какой-то выпало откуда-то Конкреция, блин Лежит, блин Тут даже, ей можно, наверное, залезть Нифига себе Как в Казахстане Конкреции А вон я откуда прикатил стон походу Прям точно оттуда Что-то апельсины вообще не едет Ты что, апельсинчик, приуныл? Газу давай! Но не всем участникам нашей экспедиции данная философия пришлась по вкусу Поэтому пелетон растянулся очень прилично Возможно, даже на километр другой Так что самые быстрые время от времени останавливались на каких-то смотровых площадках И ждали всю кампанию Но виды, конечно, не оставляли равнодушными никого Сложнее всего, думаю, приходилось Алексею Боковой упор ему пока так и не починили И на небольших остановках ему просто приходилось немного посидеть Потому что иногда мотоцикл просто некуда было прислонить И еще нюанс Так как сети часто не было От слова совсем То в те моменты, когда она вдруг появлялась Некоторых членов нашей экспедиции Прям находило работу Настигало, я бы сказал, головой Ну какие Столбики стоят Как в Голливуде Раз, два, три, четыре, пять Пять лиц можно забамбахать Смотрите И вот тебе, пожалуйста Вот этого, блин Замки из них выкопать можно Они же, походу, из песчаника какого-то сделаны С такого Копать И всякие штучки делать Другая вообще какая-то планета Посмотрите Тут так земля идет Там так Все кривость-накость Все перевернуло жерном Под него плиты, блин, свои Будем смотреть, что там Так, апельсиновый там долго? Что, я отсвечиваю? Ну, ты загораживаешься, брат Что там встал, а? Эй Эй, папа Ух ты, мои хорошие Это мои Что, по работе, да? Ну, естественно Ну, только связь появилась, конечно Надо было сразу вырубать Тебе останки, Аленки, будешь? Еще через какое-то время Мы выскочили на трассу В смысле на асфальтированную дорогу Но в этот раз совсем на немного И почти так же неожиданно Как мы оказались на асфальте Так же внезапно Через несколько километров Мы уже вновь мчали По красивейшим грунтовым перевалам Дорога на Хасавюрт 78 километров до Хасавюрта Хотя отчасти моих спутников Приелся пейзаж Но я не могу разделить их мнение Кончик Вот там вид охуенный будет Где там? Вот там на обрыве Нет, там такой же вид, как и везде Поехали дальше Сейчас подождем их только Смотри, на наших эндуристов орел охотится Красавец Хозяин полетел Смотрите, хозяин Хозяин Иди, пролети над нами, братишка Сделай трип Да, смотри, здесь стульчик И прям сидишь И смотришь на эту красоту Чуть-чуть коньячка Там шишочка Километров 40 до Хасавюрта Перекурить И дальше Смотровая площадочка После того, как мы попали в цивилизацию Первым делом была оказана неотложная помощь подножке на Старой Африке Кстати, обратите внимание, как забавно стоит таксист Он просто подъехал поболтать Лучше новый Два раза Алексей, вы довольны? Да, я доволен Сколько тугриков отдали? Нисколько За улыбку? Да, пожелали Я бы тебе за улыбку тоже сварил Далее все должно было быть совсем просто После всех наших заключений Мы по федеральной трассе подходили к Чечне И по идее, в самом неудачном для нас случае Нам должны дать два часа на транзитный проезд По крайней мере, затор перед въездом Ориентировал именно на такой ход событий Но, как это всегда бывает А вот по федеральной трассе Мы въехали себе в Чечню И никто даже не спросил про наши документы Вот такая она загадочная Чечня Такой чудесный звук из рощицы Похоже, что это саранча Получилось так, что у одних парней Вон там нагнулся бензонасос у Шмидта опять Они остановились его чинить А другие упилили туда И тоже говорят, там типа менты Повернули на Ростов, не в Грозный А я между Вот, остановиться, поесть негде ничего не работает Сейчас будем думать То ли возвращаться туда, то ли ждать их тут Опять потеплело, будь здоров Тридцать с лишним Сейчас поедем Да, ну больше сотки никто не едет Все берегут шашки Сейчас? Откуда? Сейчас или вообще? А? Сейчас или вообще? Вообще Вообще из Подмосковья А так сейчас? А сейчас были в Махачкале Чечню не пустили Почему? Пришлось объезжать, у них карантин А ты вообще пропуск медали По моему не пустили? Нет, вообще никак По федералке пустили А там мы проезжали Просек Мы хотели заехать дальше Чечню Смотри, мы заехали через горы Там прям непосредственно В республику спустились Нас тут же остановили Говорят, только транзитом И развернули назад Дагестан Давай, счастливо Молодцы Это что, так можно было? Видимо, да И вот так тоже, да? Но, как это всегда бывает После нашего появления Нам просто махнули рукой Мол, проезжайте уже И так полно дел И мы поехали Насколько дальше все будет хорошо Или наоборот Понимания не было И мы просто поехали в режиме Максимально возможного Быстрого преодоления Асфальтовых километров Ну, конечно, это стало вносить Некоторые коррективы Группа растянулась После очередного Я уж даже сбился По счету какого Кордона И проверки документов Мы, кажется, оказались Все-таки в Ингушетии Здесь она питьевая Я думаю, да Пиленькая Как-то тут сверху, понятно Из земли, наверное Сверху, что-нибудь Кусенькая Я бы не сказал С водопадика лучше было Прям такая Подготовить на чем-то А то мы сейчас чувствуем Что-то в жопах А мы без воды Вот, шебуреки Надо уже пора покупать Есть, обедать А ты же здесь снимаешь Еще 140 скучных Километров асфальта И через 20-ку Или 30-ку Наконец-то Будут вовнушки Вот Выписали два протокола Ну, собственно, все И поехали А штраф там какой-то был Ну, они протоколы Да, там На сколько На тысячу А ты откуда? А? А ты откуда? С Уфы Слушай, это ты СУфы Суда допилил? Да, да, да А сколько ехал? Ну, три дня Я на Сельбрусе еду Три дня до Эльбруса А, ну, что седешь? Да, да, да Привет А води? Ну, так-то, в принципе Я уже часто гоняю Я на нем И на померку съездил А, вот мы в том году На Багерии тоже Я поздно Бошлогодний Что там танцевал? Хонда Сельб-400 Касет, да? Это вот Как у XR Такой же мотор Да, движок Такой же XR-400 Ну, с киком, короче Который Да, да, да Под вечер Ну, уже практически Перед самой остановкой На ночлег Около магазина Мы подстричали Этого отважного парня Он в одну каску На своей 400-ке Дубасит из Уфы Ингушетия Встретила нас Асфальтом Белыми приорами И впереди Наждал заповедник Эрзи Он был организован Аж в 2000 году Его общая площадь Составляет 35 гектар С небольшим Этот заповедник Расположен на северном Макросклоне Большого Кавказа Джейрахско-Осинской Котловине И прилегающих к ней С севера горах Скалистого хребта Наиболее крупные реки На территории заповедника Аса и Армхи Которые относятся К бассейну реки Керек Около третьей территории Занимают леса На северных склонах Гор имеются участки Дубовых и Буковых лесов Иногда с примесью Клена Астролистного В поймах рек Произрастает Облепиха Ива И серая льха Выше полутора тысяч метров По склонам Сосна крючковатая С примесью дуба Березы Граба Липы И рябины Далее Березовое криволесье С подлеском Из рододендрона Кавказского А выше 2000 метров Горные степи Луга Над которыми Располагаются Альпийские луга Выше Трех с половиной Тысяч метров Пояс ледников И снежников Не сказать Что все это Дендральное буйство Мы там застали Но Поэтому Самому криволесью В поисках места Стоянки Поплутали нормально Вот они волнушки Ну что-то похоже На старинное здание Конечно Это все выдержки Из интернета Я же отмечу Что во-первых Мы беспрепятственно Наконец-то Попали внутрь Наш экскурсовод Шмидт Говорит Яички били А тут яичек не хватило А вон там яички есть Смотрите Вот застали Наставные ребята Мы сейчас Пошли справа Мы вот сейчас Здесь под этим деревцем Поднимемся Красота Сейчас бы тут Винишко-то Пивишко-то Какого-нибудь Распить Какой зомок Смотри Какого-нибудь Охерен Вообще Бомба Мы не лищем легких путей Мы же эндуристы Поэтому мы не ходим Дорогами Обычными Нам необычными Ну тут что-то опасно Каких Чувак Хотя нормально Да Здесь можно Мне тоже кажется Что так и работали А не вот склепы Никакие Правильно? Нет Я имею в виду Работали как Передовые башни Ножник пошел Все дела Надо аккуратнее Да я хотел Набрались Набрались Крутой эндуристед Глазное место Горы в тумане Все дела Это было очень похоже На путешествие Которое пришлось Совершить героям Джона Рональда Руэлла Причудливые башни Разной формы И высоты На холмах И туманные склоны Гор вдали Первым делом Мы конечно же Отправились К башням Они делятся На жилые Боевые И склепы Едем в сторону Цори Еще один Башенный комплекс Тут надо отметить Что присутствует Некий разрыв Шаблона Я долго думал Как правильнее Поступить И решил подробно Не освещать Устройство склепов Дело в том Что все это Хоть и памятник культуры И историческое наследие Все равно Есть прямой доступ К содержимому И мягко говоря Совсем Не совсем Понятно Это положили сюда Три года назад Или сто лет назад Я про содержимое Сейчас Почему не эндурист Что ли Туда нельзя Дальше Дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь башни... Интересно... Ущелье красивое... Где-то больше похоже на крепость... Сюда ходят... Народ... Все засыпано... Какой-нибудь... Война... 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 Получается... У каждой... Каждая... Линия обороны... Я так понял... Или что это? Может вообще жрище было. Своя башня, линия башни. Вот это точно походит на бронение. Тут сверху уже потом наложил там отдельно камни. В этой даже крыши есть. Буквально. Может восстанавливать. В любом случае, как бы то ни было, место и погода были очень атмосферными. А тот факт, что нет жесткого карантина в склепах, радовал неимоверно. Башен там на территории заповедника полно. И естественно все нашли себе развлечения. Залезть, заехать и вот это вот все. Мотоботах, я вам скажу, то еще приключение. Вылазать тут в коленках. Что-то батареечка присела. Маленькое. Хороший вид отсюда. Что полезешь? Камушки наложить. Я не вижу, что там наверху. Ну и стены обгоревшие. Слышь? Стены все обгоревшие. Сверху штукатурку наложено. Сверху распорки стоят. Еще какие-то усиления. Смотри, из камней. Прям так капитально все делалось. Может принцессу туда запирали? Откуда и сказка родилась. Пандемия райдерс все-таки, да? Да, вот именно. Ну я там почти все. Поздал. Ну на самом деле я почти, почти заехал. Вот он. Вот он мой след. Но вот. Ближе к концу что-то привыкнул. Это я про домик. Про что? Про домик. Какой домик? Который там. Ну там такие большие-большие холмы. Практически альпийская зелень. И маленький домик такой пастуха. Так. Так. Той мучки на руке. Кого выщелкает, а боюсь, там я. Все, жирный. Все, поехал. напрыгавшись по горам башням и другим строением мы вновь поделились на две группы и часть путешественников отправилась в отель заповедника мотивирует и тем что распускают надо идти неясно когда такое может повториться а часть отправилась на поиски места стоянки вот в такой сказочно тревожной атмосфере мы остались ночевать лагерь сегодня здесь и того имеем 150 оффроуда 200 асфальта и для тех кто думает что он может все еще двадцаточку грунтами здесь вовнушки посмотреть лагерь поделился пополам мы втроем здесь ребята втроем в отеле тучи слегка намекали на некоторые превосходство над нами правда никаких ночных записей бортовом журнале не присутствовала а значит ночь прошла в штатном режиме ходил я значит ребята за интернетом не нашел показывает что и есть ничего не происходит вон тот огонек это наш лагерь только здесь работает интернет там уже нет 7 10 утра собирается наша половина лагеря в девять стрелка на шлагбауме и дальше а ночью то был дождик нам обещают неделю в индушете к моей радости и одновременно удивлению подъем был сказочно поздним только в девять часов мы встречались с группой на выезде из заповедника скорость сборов растет с каждым разом быстрее и оперативно получается собраться собрались почему-то очень быстро такие сооружения здесь очень часто встречаются склепы могильники встретились с группой и неспешно покатились дальше прекрасные горы и здесь сопровождали нас но они были уже немного не такими как в дагестане выкатившись достаточно поздно из эрзи мы отправились дальше и хотя дорога была относительно простой из-за частых остановок мы опять стали теряться пока сфоткаешь так как хочется тебе уберешь все несколько десятков километров по трассе я проехал один понемногу мы поднимались все выше заезжает он один холм то на другой потом и вовсе по пути попался горнолыжный комплекс дорога к нему была очень хорошей и мы то и дело встречали по пути экскурсии на уазах вот вам ребята и хули гули ясно где это все в ингушетии поднявшись еще выше дорога начала скрываться в зеленом коридоре путь к лыжному комплексу утопал в растительности далее мы пару раз теряли нитку маршрута попадая на совсем не используемые дороги это эндуро детка обратите внимание кстати на количество слепней забурились мы тупик ну то есть на карте дорога есть а по факту ей почти уже никто не пользуется давай петянь бодри давай апельсин найдя нужное направление мы отправились к печально известному месту кармадонское ущелье до 2002 года эта местность была очень востребованным курортом местные санатории приезжали сотни людей чтобы поправить здоровье минеральной водой и искупаться в термальных источниках поселок кармадон с 1962 года считался здравницей пользовался большой популярностью у жителей республики и гостей из других регионов а восхитительные горные пейзажи манили своим величием и способствовали притоку туристов ну вот и памятная табличка бодроу будет ľа а не не а боль а а и а Субтитры сделал DimaTorzok Но после трагедии все изменилось Теперь здесь все заброшено Недостроенные корпуса Полуразрушенные дома отдыха Провалившиеся асфальтовые дорожки И молчаливые горы Много кто пишет, что место тяжелое Мне оно таковым не показалось Просто никогда не стоит забывать, кто есть кто Заброшенное здание Готовы? Потом мы посетили еще одну достопримечательность Ингушетии Даргавс Так называемый город мертвых Комплекс состоит из 95 сооружений Сложенных из грубо обработанных крупных камней С использованием известкового раствора Внешние стены обычно оштукатурены Их толщина колеблется от полуметра до 80 сантиметров Склепы делятся на две большие группы Полуподземные и наземные башенного типа Полуподземные склепы обладают значительной вместимостью Внутренняя камера до 8 метров в длину Внутри обустраивался дощатый погребальный настил С небольшим уклоном в сторону лаза Окна Изредка встречаются двухъярусные полуподземные склепы Итак, Даргавс Даргавские некрополи, вон склепы Это наши ребята Знаешь, здесь нет, знаешь, здесь нет Склепы башенного типа Многоярусные С деревянными перекрытиями Опирающимися на упоры встроенные в кладку В некоторых таких склепах Обустроено несколько лазов На разной высоте для доступа На разные уровни Обожаю склепы И еще чугунное литье Но, то ли из-за дневной жары То ли из-за более музейного обличия Комплекс не произвел такого впечатления Как в овнушке в заповеднике Хотя строений больше И все находится в одном месте И все также в открытом доступе Вероятно, роль сыграла как раз та самая туристическая распиаренность И, конечно, легкодоступность Перекурив недалеко от Даргавса Мы отправились дальше Переди нас ждал еще один грунтовый перевал Перед ним, как по заказу, пошел небольшой дождик Для меня это было в огромную радость Хоть немного будет посвежее Правда, дождик почти сразу кончился А туман просто клубился вдоль серпантина Но все равно выглядело эффектно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok